Невозможно жить, не терпя поражений ни в чём, если только вы не живёте столь осторожно, что назвать это жизнью будет сложно. Правда, в таком случае вы терпите неудачу по определению. Когда вы в последний раз терпели поражение? Или, что ещё показательнее, когда вы не сделали чего-то из страха перед неудачей? Главная причина, по которой мы не осуществляем свои мечты – боязнь совершить ошибку. Я часто работаю с людьми, которые не в состоянии решиться на жизненные перемены, и уже стал повторять им «назовите мне нечто действительно страшное из того, что может произойти, если вы поменяете работу или расстанетесь с человеком, отношения с которым отравляют вам жизнь? Или измените что-то ещё, что давно хотели изменить?» Очень редко я слышу убедительные ответы. Будьте осторожны, мысленно проживая свою жизнь. Слишком часто страх неудачи оказывается сильнее, чем самое возможное из неудач. Наиболее сильное опасение, которое способно связать руки даже самым амбициозным людям – вероятность потерять своё лицо. Хотя наверняка не меньше вас заботит и то, что подумают другие, если вы не будете стремиться воплощать свои мечты. У меня для вас сюрприз – люди думают о вас гораздо меньше, чем вам кажется. Научитесь руководствоваться собственным выбором и не допускайте, чтобы чужие мнения, высказанные или предполагаемые, мешали вам делать то, что нужно. Определите момент, когда пора двигаться дальше. Подумайте, какова степень приоритетности вашей цели. Решите, насколько возможный успех для вас важнее риска потерпеть неудачу. Очень многие известные люди утверждают, что гораздо лучше попытаться и не сделать, чем так никогда и не попробовать. Вы не придёте к успеху, если не решитесь хотя бы начать этот путь. И, оглядываясь назад, будете гораздо больше сожалеть об упущенных возможностях, чем о тех, которыми неудачно воспользовались. Руководство к действию. Идите на просчитанный риск. Причину что-то не делать найти нетрудно. Ведь рискованные ситуации – не редкость, и потерпеть неудачу можно в любом деле. Наверняка вы знаете хотя бы одного человека, который избегает того, что большинству людей кажется обычным, например, не летает на самолётах, потому что боится разбиться, или никогда не выступает перед большой аудиторией, опасаясь, что его высмеют. У каждого из нас есть внутренние границы. Но чтобы привнести в свою жизнь нечто новое или изменить какие-то её стороны, нужно учиться расширять привычные пределы допустимого и даже просчитывая ситуацию, позволять себе рисковать. Наберитесь смелости совершить то, чего раньше избегали. Это рискованно, но только так вы сможете пройти по неизведанному пути. Пора расширять внутренние границы и уходить от шаблонов. Ищите поддержку и примеры для подражания. Составьте список людей, которые преодолевая трудности и избавляясь от страхов добились успеха. Такие духовные наставники помогут вам набраться смелости. По возможности найдите кого-то из этих людей и обратитесь к ним за советом. Это поможет вам оценить собственные возможности, просчитать за и против. Благодаря достойным подражаниям примерам у вас появится уверенность в себе. Вы отважитесь на необходимые, пусть и рискованные поступки. Что-то, конечно, может и не получиться, придется повторять попытки, каждый раз что-то меняя. Но это цена, которую вы должны платить на пути к успеху.